Епископ Долговпилский Резикненский Александр совершил чин освящения храма в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Вилины. Если раньше местные жители были вынуждены добираться до соседнего города Резикнен, чтобы поучаствовать в богослужении, то теперь у них есть собственный храм. Сто лет назад в городе Вилины православный храм был, но во время Первой мировой войны он сгорел и вновь отстроен не был. Хотя прихожане и собирались восстанавливать свою церковь, было даже выделено место для строительства, но, к сожалению, Вторая мировая война и советские годы не позволили совершиться этому доброму замыслу. Поэтому у православной общины в городе Вилины своего храма не было. 21 апреля 2013 года для жителей города Вилины состоялось долгожданное событие. Был заложен камень в основании будущего православного храма в честь великомученика Георгия Победоносца. А уже 11 мая 2019 года его преосвященство, преосвященнейший Александр, епископ Давуфилский-Резыгненский, совершил чин освящения храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в городе Вилины. Дорогие всечестные отцы, братья и сестры Ипаки, поздравляю вас с этим велико торжественным днем освящения всего благодатного храма во имя святого великомученика Георгия. Я от всей души поздравляю отца-настоятеля благочинного всего Резыгненского благочиннического округа, протерея Виктора Теплова. Поздравляю с обретением новой, великой для нас святыни, которая будет являться для многих тихим пристанищем и спасением. Приход наш, конечно, небольшой, но он очень дружный. Благодаря его усилиям был построен этот святой храм. У нас не было каких-то крупных жертвователей, но мы старались своими силами от души созидать этот святой храм. И, конечно, это было нелегко, многие трудности были, потому что и экономический, и демографический кризис тоже отражается на этом приходе. Но, невзряя на это, сегодня мы видели настоящее чудо. Чудо состоит в том, что в этом небольшом городе, где совершенно небольшой приход, вновь освящен новый храм. Сначала мы служили здесь, в частном доме, у нас было несколько лет служба. Потом служба проходила в музыкальной виллянской школе, потом в КБО несколько лет проходила. Потом вот начали строить храм, когда начали строить храм, уже даже еще в начале строительства, мы уже начали молебни проводить здесь, в храме. Начало закладки фундамента, и фундамент, и возведение стены, крыши, и весь процесс строительства был. Родственники, скажем, брат жены строил стены, сын помогал тоже в подвозке, отвозке материалов всех. Если сказать о событиях, которые произошли уже в нашей семье, в процессе строительства храма, значит, наша дочь была замужем, и 12 лет в браке не было детей. И при постройке храма, в течение строительства храма родился внук, и при первой литургии он был первым причастником этого храма. Надеюсь, что вокруг этого храма начнется активная жизнь. Надеемся, что будет и воскресная школа, и как можно чаще здесь будет совершаться божественная литургия, ради чего и был построен сей святой храм. Спасибо.